Кстати, ребята, нашел я еще одну круговую, где главное не по кольцу. Момент, смотрите, вот я еду, не могли там некоторые понять, кто прав. То есть при этом ДТП, если здесь бы произошло, то был бы прав. Покажу вам еще такой лайфхак, скажем, да, по поводу съезда с кольца, когда не получается съехать, а вы едете в левом ряду. Старые кадры покажу, на этом же месте, обратите внимание, главная дорога, здесь был проспект. Я вам скажу, что на этом перекрестке, да, с круговым движением, ни один здравомыслящий водитель Всем привет, в этом видео расскажу еще немножко про перекрестки с круговыми движениями, о прохождении колец, исходя не только из правил дорожного движения, но и безопасности. То есть, скажем, минимизация рисков на круговых движениях. Но в основном я вам покажу Т-образные перекрестки с круговыми движениями, потому что там у людей больше вызвало, скажем, шок от предыдущего видео, которое я показывал. Причем вызвал шок, потому что в основном все объяснения, которые идут на Ютубе, в автошколах, за основу объяснения люди берут круглое круговое движение, как я его называю в автошколе на картинке, классическое, и на нем объясняют. Ученики, садясь за руль, выезжают в город и видят совсем другие условия, другие кольца, и у них вызывает шок. Почему они видят такие кольца, я тоже объяснял в прошлом видео, потому что изначально в городе, скажем, Киеве, да в Украине не было всегда главное по кольцу, не было этого правила, и дороги конструктивно не были предназначены для того, что там будет главное по кругу. Потом вступили новые правила, повесили просто знаки, и люди приспосабливаются к этим кольцам, чтобы их пройти. Потому что не всегда, как оказывается на кольце, правила соответствуют тому, что можно сделать на этих кольцах. Ну, в общем, как-то вот так в реалиях происходит. То есть вы на картинке смотрите в автошколе, да, все понятно, кругленькое кольцо. А потом приезжаете, а там кольца ничего не кругленькие, они овальные, какие-то Т-образные, там, ну, разные абсолютно, понимаете. И не на всех кольцах можно сделать так, как показали вам в автошколе. Ну, уж как-то так получается. Вот смотрите, впереди круговое движение. Три полосы идут просто по прямой. Кольцо слева, то есть Т-образный перекресток, то, что я и говорил. Смотрите, по правилам дорожного движения, ну, если взять по правилам, да, вы с любой полосы можете зайти на кольцо. Можете, что круговое движение есть, но здесь три полосы идут прямо. И если кто-то с правого ряда пойдет на кольцо, ну, это просто нецелесообразно и нелогично. Понятно, что если вы знаете, что вам налево, туда, да, на кольцо, то надо взять левый ряд, ну, чтобы не попасть в аварию, ну, хотя бы средний. И то подследить, чтобы сбоку у вас же полоса будет, чтобы вам никто в борт не прилетел. Понимаете, в чем дело? И самое обидное на этом кольце, что если вы с правого ряда пойдете на кольцо налево, знакового направления по полосам-то нет, и можно ехать. И вы еще и будете правы, вы понимаете? Вы видите, все нормальные люди занимают крайний левый ряд, чтобы пойти на кольцо. И если кто-то умудрится вот сейчас справа пойти на кольцо, он просто всех подрежет. Ему дадут в бочину. Он по правилам будет еще и прав. Но люди ему скажут, ты вообще что ли, с ума сошел? Что ты с правого ряда налево едешь? Но по закону он может. Понимаете, в чем дело? Поэтому есть как бы здравый смысл и есть правила дорожного движения. И вот в данном случае правила дорожного движения вас может как бы как ученика, как новичка просто подставить. Понимаете? Просто подставить, чтобы типа по правилам, так ну с правого ряда же можно и поехали. А сбоку то, что две полосы, ничего страшного. Я вам скажу, что на этом перекрестке, да, с круговым движением, ни один здравомыслящий водитель, он никогда с правого ряда не пойдет налево на кольцо. Он возьмет левый ряд, ну либо хотя бы со среднего зайдет, еще убедившись, что сбоку его не вторанят. Хотя по правилам можно, понимаете? Я же говорю, есть правила и есть здравый смысл, да, прохождение. Смотрите, схематично, чтобы вам было понятно. И показываю не по правилам, а по безопасности. С левого ряда на кольцо, на край со среднего на кольцо, по левому убедиться, что прямо никто не поехал. И вот так поехать это просто трешняк, это как я сейчас стою. Это вы просто подрежете всех, ну и попадете в аварию. Поэтому типа по правилам можно, но я бы не рекомендовал ни в коем случае вам так делать. Смотрите, ребята, немножко верну вас в прошлое, старые кадры покажу. На этом же месте, обратите внимание, главная дорога. Здесь был проспект, и по проспекту всегда была главная. И здесь на заходе на кольцо я имел преимущество. А теперь у меня стоит уступи дорогу. Вот смотрите, впереди круговое, точно такая же ситуация. Знаков движения по полосам нет. И понятное дело, что если я хочу пойти на кольцо, на круг, это круговое, то мне надо занять левое положение. Но никак не с правого ряда, если покажу левое и давай резать. Сбоку у меня целых две полосы. То есть где целесообразность? Понятно, что нельзя так сделать. Да, то есть опять же таки, по правилам, по закону можно. Понимаете? И вот я же говорю, что ученикам показывают кольца, которые они видят в автошколе на картинке. Что можно на кольцо зайти с любого ряда. Они потом видят такие кольца, и не могут понять, что им делать. А новички обычно как привыкли? Ну, по правому ряду потихоньку ехать. Они оказываются в правом ряду. Потом сбоку у них кольцо, и они не могут понять, что им делать. Понимаете, как его проехать? Понятно, что эту ситуацию можно очень легко решить. На круговых движениях повесить элементарно знаки направления по полосам. Как в данном случае. Смотрите, крайний левый только на кольцо. И с моего ряда со второго можно пойти прямо, либо на кольцо. Крайний правый ряд только прямо. Все. Никаких проблем. Повесьте такие знаки, не будет никаких путаниц. И у учеников не будет вызывать никаких шоков круговые движения. Вот опять впереди круговое движение. Я могу показать левый, и на него зайти с этого ряда, со среднего. Но целесообразнее занять левое положение между мной и бордюром. Там уже никто не проедет. То есть с этой стороны меня уже никто не вклипает. Я смотрю слева, чтобы уступить машинам. Уступаю. И поехал на кольцо. Хотя я могу, видите, же прямо поехать. А вот этот Шевроль, видите, мог бы тоже на кольцо зайти. То есть именно, если говорить о минимизации рисков, то лучше делать так. Чтобы исключить вероятность, что вам кто-то прилетит в борд. Хотя можно и так, и так. Но больше риска. Еще немножко полезная информация. Кто планирует оформлять страховку, автоцивилку, автогражданку, вы можете сэкономить до 40%, оформляя ее онлайн через Hotline Finance, онлайн страхование. Потому что электронный полюс на законодательном уровне будет всегда дешевле на 10%, чем бумажный. Во-вторых, цены на Hotline Finance формируются напрямую из страховых компаний. Между вами нет никакой прослойки в виде страхового агента и нет никаких скрытых платежей, скажем, по карте. То есть не надо никому платить зарплату, скажем, с вашей комиссией. То есть цены идут напрямую. В-третьих, сравнивая цены и опции разных страховых компаний, вы можете для себя выбрать оптимальный вариант по цене, скажем, да, и опциям. И не будет человек, никакой, скажем, менеджер навязывать вам ненужные опции, которые вам не надо, которые удорожают, скажем, страховку. В общем, на Hotline Finance получается капец как дешевле, благодаря дополнительным скидкам, скажем, да, то есть там лучшие цены в Украине. Плюс не забывайте про мой промокод INS50, на любой полюс вы получите скидку 50 гривен. Ссылочки в описании к видео, я продолжаю дальше. Покажу вам кадры, которые я показывал в прошлом видео, и многие там писали, Шкода права, там, БУС прав, там, не могли там некоторые понять, кто прав. То есть при этом ДТП, если здесь бы произошло, то был бы прав, конечно, БУС, потому что он шел по кольцу. Я вам показал для того, чтобы вы понимали, что минимизация рисков, что БУСу следовало бы занять левый ряд и пойти налево, а не резать Шкоду. То есть по правилам он прав, по закону, да, вопросов нет, он прав был бы. Но просто для того, чтобы так не делать, вы не подставлялись. То есть БУСу надо было взять левый ряд и проехать налево, потому что там дорога просто по прямой. Но там, на самом деле, я вам кадры подставлю раньше, там БУС выехал с кармана, и у него вариантов не было. Но просто подставиться как БУС, я прежде, если бы я был на месте БУСа, я бы глянул бы на эту Шкоду, она мне вообще тормозит, она понимает, что я хочу дальше пойти по кругу или нет. А БУС просто под него вот так завернул, и тут резко в тормоза ударил. Вы поняли, он не убедился в том, что въедет он ему в борт или нет. По закону, да, по правилам можно. Ну, понимаете, я же говорю, вам просто борт разобьют, вы будете правы, но сбитая машина. Это, знаете, как говорят, как бы когда тебя будет хоронить, знай, ты был прав, понимаете. Поэтому, если бы я ехал там, я бы так не сиганул бы под Шкоду. Понимаете, когда ее две машины вот так наравне, вы не видите поворотник этого БУСа, что он едет. Это вам, я сзади ехал, и вам видно, что едет БУС, и у него поворот налево. Они вот так едут, он его не видит, и он только в последний момент уходит сюда, понимаете, он не успевает даже наглянуть на него, среагировать. Ну, и получается подстава. Поэтому я вам показал этот кадр для того, чтобы вы понимали, что лучше брать левый ряд и ехать на кольцо, а не с правого крутить налево. Притом, там еще какая-то разметка есть как-то более-менее. А куча мест и пошире, и без разметки. Ну, покажу вам тоже такие места, и покажу сейчас это же место, ну, как бы, чтобы было понятно. Смотрите, ребята, показываю это же круговое движение, на котором был БУС. БУС пошел с того ряда, но он выехал, на самом деле, отсюда с кармашка, у него вариантов просто не было. Я хочу пойти на кольцо налево. Вот смысл мне занять правый ряд и по правому ряду ехать. Дорога прямо идет, понимаете? Ну, нет смысла. Понятно, что я смотрю слева, чтобы никого не было. Уступаю, если кто-то есть. И по кругу иду себе по левому ряду, минимизируя риски, что я попаду в аварию. Понимаете, о чем я? То есть, по правилам, да, можно с правого ряда сигануть, но это будет небезопасно. Здесь тоже покажу вам старые кадры. Обратите внимание, главная дорога на этом же месте. И вот джип сейчас, видите, с кольца съезжает. Он мне уступает дорогу, у меня преимущество на заход на кольцо. А теперь у нас уступи дорогу. То есть, представьте, как все поменялось, да? Вот смотрите, впереди, опять же-таки, кольцо с нормальным решением. Есть знаки направления по полосам. Крайний левый только на кольцо. Со среднего на кольцо и направо. То есть, два туда, два туда. Все, никаких проблем. То есть, я понимаю, четко там уступаю. Я понимаю, что это маршрутка, которая впередет. Она не пойдет сейчас сюда резать меня, понимаете? Ну, в общем, решением этому всему, всего-навсего, знаки направления по полосам. Это бы все решило. Но их нет, понимаете? И когда-то, может, они появятся. И станет проще. Но их пока нет. И вот тут нужно самому догадаться, как минимизировать. Потому что, когда есть знаки, они заранее за вас уже это подумали. И вам сделали такую минимизацию, чтобы вы ни с какого-то не того ряда не поехали на кольцо. Смотрите, покажу вам еще такой лайфхак, скажем, да? По поводу съезда с кольца, когда не получается съехать. А вы едете в левом ряду, а надо съехать. Вот смотрите, на этом круговом движении нельзя съехать с левого ряда. Там знак стоит. Но сразу вы этого не видите отсюда. Вот я подъехал к кольцу, знака в направлении по полосам нет. Оно есть, то есть дальше на съезде. Я вам сейчас покажу. Смотрите, вот я еду по левому ряду. И тут думаю, ну, с левого съеду. Можно, справа смотрю, никого нет. А тут, хоп, знак стоит, направление по полосам. С левого съехать нельзя. Что я делаю? Я еду дальше по кольцу. Я же не буду резать. Причем, смотрите, сейчас в реальном времени вот сделаю круг. Причем так не спеша. Еду 30 км в час. Вот я потом таймер включу, засеку. За сколько я сделал круг? Причем круг здесь такой довольно большой. Ну, такое кольцо, не маленькое. Вот я еду, еду, еду. Я, смотрите, знаю, что там уже с крайнего лева съехать нельзя. Естественно, что я сделаю? Я возьму правый поворот, покажу, перестроюсь на один ряд правей. И теперь я имею право съехать. Все, я сделал кольцо, ну и плюс таймер поставлю, за сколько я это сделал. То есть будет видно. Смотрите, на схеме быстро покажу то, что сейчас получилось. Я заехал на кольцо, еду, хочу съехать вот сюда. Но здесь знак о том, что съехать нельзя. Я тогда быстренько рисую круг по кругу. Здесь перестраиваю средний ряд и съехал. Ничего не нарушая. Потому что такое часто бывает, что когда полный разворот делаешь на кольце, ты в основном перед круговым движением при полном развороте занимаешь крайний левый ряд. По кругу едешь, это безопаснее всего. Но на съезде ты оказываешься в левом ряду. И бывает, что по кругу дальше что-то идет, но не получается съехать. Или, смотрите, сразу вам рисую другую ситуацию. Вы по левому ряду заходите на кольцо, хотите сделать полный разворот. При полном развороте вы оказываетесь обычно в крайнем левом ряду. Вы хотите перестроиться, съехать. в эту сторону, да, вот вам надо сюда поехать. А по кольцу едет еще два автомобиля, которые едут сюда. Они имеют преимущество при движении по кругу. И получается, как вам проехать? Вы же не срежете их, они не дают вам съехать. Что вы делаете? Сразу быстренько едете, еще раз делаете круг, потом перестраиваете здесь и съезжаете. То есть, никого не подрезаете, круг нарисовали, съехали. Также, смотрите, замечал такие ситуации, что вот к преди круговое движение, я в левом ряду. И тут я понимаю, что мне надо направо туда, но сбоку-то у меня целых две полосы. Это получается как? Мне их всех подрезать, что ли? Поэтому, что мы делаем? Нарисуем целый круг. То есть, естественно, мы смотрим слева, чтобы никого не было, никого. И поехали по кругу. То есть, я же не буду отсюда прямо резать, сейчас вы поняли, туда. Я нарисую круг и потом перестроюсь и съеду. Зачем мне подрезать людей? Смотрите, по-быстрому тоже схему вам нарисую. Подъехали вы к кольцу в левом ряду. И тут вспоминайте, что вам надо было вот сюда, направо. А как же вы съедете туда, когда здесь тоже есть машина. И здесь есть машина, которая, скажем, поедет. Вы поняли, этот поедет же сюда, а этот поедет, скорее всего, сюда. Но в таком плане, вы же не будете их резать отсюда, вот так подрезать. То есть, что мы тогда делаем? Мы просто идем по левому ряду на разворотик, здесь потом спокойно там перестраиваемся и съезжаем. Чтобы никого не резать, вы поняли? Это такой мини-лайфхак, только почему-то многие водители до этого не додумаются. Они все равно начинают резать всех и ехать туда. Что-то так. Кстати, ребята, нашел я еще одно круговое, где главное не по кольцу. Момент, смотрите, вот я еду, идет знак круговое движение, уступи дорогу. Все хорошо. Я смотрю, естественно, слева, чтобы никого не было. Но здесь такое, видите, кольцо специфическое. И дальше я еду, но это ж типа круговое движение. И какой стоит у меня знак на съезде, уступи дорогу. Вы поняли? И получается, что на съезде с кольца оттуда у ребят главное идет. Я должен им уступить дорогу. И оттуда стоит знак у них, действительно, что у них главное. Вот такая штука. Поэтому, видите, еще одно круговое, причем это на Святошино. Я как-то и внимания не обращал. Может, это недавно повесили, может, давно. Потому что это с виду не круговое движение, это как разворот был. То есть назвать его круговым тяжело. И зачем они вообще это сделали? Поставили это знак круговое. То есть уберите знак, да будет обычный разворот. Понятно, что какие-то моменты я могу только подчеркнуть, скажем, да, по минимизации. То есть ситуации еще много, перекрестков много и видео можно снимать часовое просто, если все показать прям, да. То есть я так буду периодически подхватывать какие-то моменты, рассказывать вам. Ну, в общем, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тоже подписался на канал, нажимайте на колокольчик возле подписки на канал, чтобы всегда быть в курсе последних обновлений. Также подписывайся на телеграм, подписывайся на инстаграм. Ссылочки, как обычно, в описании к видео. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.